Господа, хотел вам представить игру Frostborn. Это новая survival RPG от российской студии Kephir, создателей такого хита, как Last Day of Worse. Frostborn это открытый мир в скандинавском сеттинге, а основная особенность данного RPG это полноценный мультиплеер. Ежедневные задания и турниры, случайные события на карте и подземелья на несколько этажей с уникальными боссами и ценной добычей не дадут вам заскучать. Так что переходите по ссылочкам в описании и не забудьте позвать с собой друзей, потому что помните, в любом случае вместе играть веселее и интереснее. Ну а если вы хотите быть не просто игроком, а частью команды студии Kephir и попробовать себя в геймдеве, то сейчас самое время, потому что студия ищет новые таланты. Программирование, тестирование, геймдизайн, маркетинг и многое другое ждут тебя в студии Kephir. При этом работать можно в офисах в Волгограде, в Санкт-Петербурге или даже удаленно из любой точки мира. Братишка, это твой шанс. Ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Да, господа, действительно, начинаем на подъемнике. Здравствуйте! Дело в том, что у нас небольшой восстановительный ремонт и, как вы поняли из прошлой серии, про наш Дервейс Ковбой, напоминаю вам, саму серию вы найдете по подсказочке прямо вот здесь или в описании, без проблем. Мы пришли к тому, что машину нужно хорошенько обслужить. Все карданы на выкид, ремень порвало сервисного оборудования и это еще далеко не все и так далее. Глушитель нужно подвесить, значит, смотрите, по-быстренькому. Сейчас все восстанавливаем. Все карданы уехали, причем я сейчас по наклейке вышу. Карданы делал, так кардан-сервис на улице Республиканской. Это же вообще мои любимчики! Это лучший сервис по ремонту кардана в Санкт-Петербурге. Когда они в прошлый раз сделали кардан на антигелике, его порвало пополам сразу на подъемнике до выезда и кардан улетел в стену. То есть прямо сервис хороший. И в этот раз случилось тоже все ровно как и планировалось. То есть два из четырех карданов, которые они починили, не подошли. То есть ребятам отдается старый кардан, говорите просто почините его. Они его возвращают, а он не подходит, потому что, ребята, это улица Республиканская, кардан-сервис. Отличные пацаны. Значит, так получилось потому, что они решили карданы усилить, а мы, поскольку никогда не обозначаемся и не говорим, что мы это мы, мы говорим, конечно, да, мы все хотим усилить. Просто вот там Рома возил, по-моему, и говорили, что все топ. Они вместо сороковой трубы, по-моему, сделали шестьдесятую, да? И это, в принципе, нормально. Это подходит, если бы эти карданы не были в том месте, о котором, естественно, никто не мог и предположить, что эти карданы играют роль приводов на переднюю подвеску. Соответственно, шестьдесятые сюда не влезли. Ну, благо ребята быстро сориентировались, сказали, «Окей, мы все переделаем в зад». В зад и переделали, а на одном кардане, а он оказался длиннее, чем надо по итогу, по-моему. Задний или передний? Задний, по-моему. Правый, правый. Правый, передний еще и длиннее оказался. Не, не по трубе, это же по этому самому. Три. Три из четырех не подошли. Я не понимаю, в чем заключается вселенская сложность, когда тебе приносят кардан сделать просто такой же. Просто такой же кардан, как и был. Это же сложно, это же невозможно, да? Это не получается в трех случаях из четырех. Вот это вот улица республиканская. Дом 20, да, кардан-сервис. Просто отличные пацаны. И главное, вы замечаете, что годы идут, мы постоянно ругаемся, но постоянно обращаемся к ним же. То есть сколько кардан-сервисов в городе? Нет, мы будем страдать. Нет, кардан-сервис научится делать карданы к 2077 году. То есть киберпанк-сервис однажды это сделать. Но красавчики. Со второго захода, главное это что? Что все исправили, все вроде как со второго раза залетело. Шикарно. Мы немножко из-за этого по срокам, правда, пролюбились там дня на четыре, но с кем не бывает. Все же косячат, да? Особенно если кардан-сервис. Значит, далее. У нас была порвана вот эта вот подушка коробки. Вот она. Естественно, от чего она, кто она такая и почему, мы не знаем. И в итоге дядя Ваня, Джаггер Гараж, просто сделал кастомную подушку из сайлен-блока от джиги, что теперь, если что, можно будет починить так же легко, во-первых, это не проблема. Ну и естественно, она теперь хотя бы есть. Далее. Спасибо за ваши комментарии, за то, что вы рассказали нам по поводу, от чего редуктор и от чего задний мост. Они действительно от внедорожника АРО. И поэтому именно закупалась рама, закупалась рама с пауэртрейном, то есть закупалась рама с мостами и с редуктором. Поэтому никаких блокировок сюда не найти, ни на что их не поменять, ни от чего главные пары не подходят. Все очень плохо, мосты нужно беречь. Тюнинга не будет. Значит, так же по мотору у нас поменен ремень сервисного оборудования, естественно, который размолотило, и стружка от этого ремня попала под сальник насоса гидроусилителя, его так же размолотил этот сальник, соответственно, поменяли еще насос гидроусилителя. Благо на пижошный мотор запчастями проблем особо никаких нет. В процессе, естественно, он завоздушился пока стоял, он мог завоздушиться просто сам по себе, потому что, видимо, где-то магистраль плохая или что-то еще там. Короче, со стартера просто не заводится. Быстрый старт в помощь. Или трос и два перекр... Какой он прямо! А, вот как у нас прям, совсем свежак. Лех, ты готов? Ну, естественно. Ну, давай, вращай. Спасибо, Леха. Мне не нравится, он в обратку. По-моему, это жопа. В обратку идет. По-моему, это жопа. Да. Давай, давай, давай. Да вон, видно, видишь, в обратку идет, смотри. По-моему, дело дрянь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это впускные клапана То есть что-то мешало впускному клапану открыться И это был не поршень Потому что ремень находится в метках ГРМ И он не перескочил И соответственно рокер обломало Их поменяли, это ладно После этого мотор стал заводиться на эфире Это значит, что клапана не погнуло Это значит, что гидроудара нет Потому что мотор крутится и на эфире работает И даже заводится Но без эфира он не работает Потому что при этом ТНВД перестал качать дизель И мы думали, что может быть дело в датчике ТНВД Причем ТНВД сам по себе здесь меток не имеет Мы об этом говорили ТНВД здесь это просто насос Который всегда дубасит в рейку А из рейки форсунки уже берут столько, сколько им надо Таким образом метки даже на ТНВД Выставлять не надо Метки на ГРМ не переезжали Но тем не менее, хорошо Все поменяли, рокера новые На эфире работает Топливо все равно не дает Не дает не потому, что форсунки не открывает А потому что ТНВД перестал качать в рейку Почему одновременно так случилось Что насос перестал качать в рейку А рокера погнуло Может быть, конечно, есть безумная идея Что заклинило ТНВД Но он не заклинил, он крутится И через это перескочил ремейн Загнуло рокера Но при этом сейчас-то все нормально Компрессия есть То есть клапаны не гнутые Поршня с ними не встретились Все вроде здорово Но теперь у нас нет дизеля Короче, вечером сегодня приезжает ТНВД с разборки Пробуем его подкинуть И тогда, по идее, ну должно завестить Причем скручивали же магистрали с форсунок Именно на форсунки физически дизель не приходит ТНВД гонит топляк в обратку И не гонит его в рейку Что-то с этим Пежо не так Дело даже не в Дервейсе В итоге, господа Вот такой интересный широкий угол обзора Дервейс торжественно опускается с подъемника Впервые за полторы вроде недели Короче, все вместе и сразу случилось В том числе и проводка В том числе и насос ТНВД Но до сих пор непонятно, почему загнуло рокера Ничего из того, что найдено там Залегающий клапан В ТНВД раздербаненные косы Которые все оказались одного цвета То есть в косе все провода зеленые Только номерочки, да? Нет, это нет Про цвета А, так то есть она была разноцветная Это просто Рома Но есть фото, кстати Есть фото Да, да, да Но подтверждает На самом деле, то есть в косах Реально все провода зеленые Два из них скрутили порванные Машина завелась и ездит теперь Слава Богу Как говорится Теперь можно наконец-то ехать и на оффроуд И до сих пор не понимать при этом Почему загнуло рокера ГРМ в метках Ничего не провернуло Все на месте Компрессия есть Теперь двигатель заводится и работает Какого городового нужно было гнуть рокера? Дервейс Пежо Это альянс Заключенный в аду Мы едем Да, господа Называется рубрика Мы ехали на оффроуд Я перепутал дорогу Застряли в канаве Разбортировались Джека с собой не взяли Поэтому сейчас за дерево поднимемся Взорвем колесо Накачаемся Что-то сужем Еще вытащить фронтерик Который я тоже так же завел не туда Доехать до оффроуда И все вам показать Короче, мы все придумали Вот там дорога Она прямо вот в 20 метрах Прямо Ну, в 50 Хорошо Там люди ездят Там шоссе Там все нормально Я просто вот настолько промахнулся С аппендицитом этим Сейчас туда выйдем И все И начинается оффроуд Наконец-то А то все никак Он не начнет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, мы кажется... Мы сравнили все, да? Не, ну ты видел, как я ехал? Я просто ехал спокойно Вообще... А? Что за тачка? Я такой не видел Это иномарка, наверное Да, накупят себе вот этого Оп, все, стой Там дерево сзади Лебедочка Слушай, ну хорошо Первое сравнение уже есть А на данный момент Это сравнение выглядит Не как то, что у Ази хуже, да? Я этого сейчас не говорю Ни в коем случае Это выглядит так Что у меня в колесах 0,5 Здесь единица Так, только надо наоборот Крутить сейчас Иначе бампер покоцаем И насколько видно Насколько колеса на давлении 0,5 Вот ты просто едешь Все, у тебя рука из окна торчит Ты прям чилишь Можно музыку включить Ты тупо едешь Без блокировок опять напоминаю Потому что у меня ничего этого нет И вот единица Колеса просто не зацепечем По колее даже не может идти Надо Хотя бы 0,8 давать 0,8-0,7 Прямо это большая разница Все, все, все Наконец-то мы теперь на оффроуде И можем посмотреть, что же лучше Значит, первично мы сравнивали УАЗ Патриот сток на АТ-шечке Против нашего Дервейса Опять же, потому что он на АТ-шечке Была бы у нас шоссейка Значит, и Патриот был бы на шоссейке Цель сравнения такова Что Дервейс был разработан В тот же примерно год Нам второй, третий В который УАЗ выкатывал Свой Симбир прототип Понятно, что все это Сильно эволюционировало И сегодняшний Патриот Серьезно отличается от первых прототипов Но, тем не менее, логика примерно одна Это большой внедорожник Рамный на двух мостах Хотя у нас и спереди независимый Но неважно Без блокировок Потому что у вас Патриот Может ездить без блокировок И, собственно, все Задача, как обычно, всегда на лайте Есть горка Вперед Кто заехал, тот и папа Посмотрим Будет наглядно видно Кто едет, кто нет Просто обалдеть Но теперь мы поняли, что это возможно Значит, нужно повторить Минус бампер готов Следующий Так, ну теперь попробую, соответственно, я по следам Патриота Или где-то рядом с ним Прицелюсь И хоть что-то изобразить, может быть Очень агрессивно Патрик Ей Жестко, жестко Причем на грани проходит по геометрии и по бамперам Давай теперь я здесь попробую Теперь сравним Хотя я еду уже по колее Понятно, что мне легче Примерно одинаково Хорошо Патрик даже получше Патрик даже получше в эту горочку Просто убийца Убийца Так, давай попробуем Где не такая злая горка Мы так просто убьем все тачки Да, вот здесь мне больше нравится Сейчас заедем Слушай, ну на вскидку Патрик пока чуть ли не лучше показывает тебе Сейчас заедет Сейчас, погоди Короче, да Без понижайки нормальное тело Давай еще раз Накажи эту Короче Нам нужен просто полный Без понижайки Свободные дифференциалы Это дичь Так, ну да Смотри Дальше в принципе все просто То есть я стараюсь Наверное вообще вдоль дороги ехать А ты, соответственно, посередине между вдоль и левым краем Да, тактика любая, какая хочешь Я поеду, я буду топтать Но я буду медленно ехать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Короче, я бы сказал на самом деле, что одинаково Я прям не чувствую разницы между Дервейсом и УАЗом Тем более, что в большинстве колес там 0.6-0.7 А в УАЗе все-таки единичка Все-таки они одинаково едут Неплохо, неплохо, неплохо Нам нужно придумать какое-то испытание Где вот мы сравним прямо грань Где мы сравним грань Наверное, последнее препятствие Потому что дальше нам просто не хватит света Потеряли Гупроху, пацаны, пока искали Пока изжаченили, пока я завел дорогой не той Короче, сегодня все прям большие молодцы мы А время у нас сейчас такое смутное Темное В смысле, что самый короткий день в году Значит, задача Проехаться В целом вообще Дервейс на оффроуде Мне очень нравится Потому что супертяговитый дизель Который, я бы сказал, подходит прямо этой машине Хорошие передаточные числа у коробки Мне нравятся Когда второй пониженный маловато Выключаете понижайку Первая повышенная Получается между пониженной второй и третий Короче, диапазон передач прям классный Потому что, знаете, бывают джипы На которые вторая пониженная равна первой повышенной Тут у вас всегда есть какой-то диапазон Еще другой, третий, десятый Плюс, действительно, колеса я стравил в 0.5-0.7 Правое, переднее, мне хронически никак не стравить Потому что оно спускает Набралось снега между диском и резиной Но едет она при этом суперуверенно Прямо мне очень нравится эта тачка Опа, вот и диагональ Как-то нужно мне в этом пятачке Сейчас тут надо развернуться Задача Именно здесь надо взять И просто развернуться Вопрос как? Так, моя тактика будет какая-то У меня будет какая-то тактика Я не знаю, что делать Но развернуться надо Нас прям норовит расклинить Ладно, попробуем вперед Но как-то все это Грустненько очень Это тяжко Но мы не сдаемся Самое главное, он же Непобежденный Триндец Но у меня созрел другой план Работаем План раз Я выехал План два Я задом Вкорячиваюсь Туда Сам не знаю куда И ставлюсь вот так Скорее всего это виллы Все Раздолбил Нет Но получается Да Да И дальше мы скорее всего Отламываем пороги Слушай, ну это прям потеешь Блин, я же первый раз залез И второй раз залез Йоперный театр Но по идее все Дальше или нам хватает геометрии Или не хватает Арк и крылья Слезть хотят Не хватает видимо А по нижней точке блокировки Не хватает Реально потный Оффроуд такой вообще Ну короче По порогам я не прохожу впереди Ну что, сажаем его тупо, да? И я лебежусь Наверное мы ломаем порог еще вдобавок Потому что по геометрии здесь не пройти Ну, в коем случае, короче Развернуться и выехать надо Это я сделал Ну-ка Да, стой, подожди Мне очень показалось, что у тебя передняя правая Да А, ну все Да Ноль Здесь прям порог, прям долбится, бедняга Все, уже брызгали, каторва Ну и все Это дальше В этом нет никакого смысла Давай сильнее, но я только посажу его Ну да, все Он бьется прямо О порог А, все Больно Нет, не проехать Тогда задача просто здесь развернуться Следующий, по идее, у нас Любой желающий Она оттуда выехать на самом-то деле Так, ну дальше, собственно, любой желающий Задача съехать, развернуться и подняться обратно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что ж, получается у нас УАЗик не победил Развернуться у нее не получилось У нас этого котлована выезжает задом Давайте теперь, в общем, запускаем настоящую тяжелую артиллерию В первый в бой идет боевочка Ну, естественно, естественно Смотрите, какой у меня мощный автомобиль Все, и прямо выезжай туда, давай Да-да-да-да-да-да, давай Вот это стиль! Вот этот оффроуд мне нравится! Это было замечательно! Чтобы вы понимали разницу между стоком, да, и подготовленной машиной Причем подготовленной на короткой базе Хотелось, может быть, две длинные бы зарешало Но это было реально здорово! Все в порядке, братан! Какая она красивая! Я думал, будет переворот хотя бы Или, но она реально приводит! Это пушка! Нам здесь на стоках по сравнению с ней ловить на совсем нечего Так-так-так-так-так-так-так-так А вот сейчас будет прямо интересно 5,2, пацаны! 5,2 на резине! На 33-х, наверное! Да, на 33-х! Прямо да! А что по блокам? Блокировок нет? Правильно! Это же джип! Блин, ну ты прямо Правильно! Отсечка! Субару! Слушай, не, ну 31-й И у него бампера хорошие Слушай, ну легко-легко ему Да-да-да! Давай-давай! Не, прямо легко чувствуется Куда? Давай, конечно! Владян, на тебя пойдет Легко-легко Кайф, кайф, да? Насколько разница, да? Смотри, блокировок нет Но просто хорошая высокая резина И правильная геометрия Все, все едет Реально, гораздо лучше Колеса, конечно, это даже не 50% успеха А больше И опять же, я считаю, что Дервейс сегодня едет лучше Только потому, что в Дервейсе 0.5 Поэтому постоянно разуваемся, качаемся Мучаемся А в Патриоте единичка в колесах Все! Если Патриот строит 0.5 На его резине, как сейчас Он поедет Ну, там, вот тут прям разница будет Какая-то вообще незначительная Ес! Такие звуки? Звуки надежды На то, что все еще может быть хорошо А, ну ты у нас едешь здесь, я думаю Ооо, это говорит У меня генератор отъехал Правильно, врублю люстру Да Был самоблок, но он кончился Для уверенности открыта дверь Но он выглядит прямо в корч Он выглядит как человек, которому нечего терять Очень жесткий парень Да-да-да-да-да-да Это мощно! Очень! Всегда ездить до удара Ой, стой! Да! Да! Он переехал бы, если два торта Да! Я подтолкну! Я подтолкну! Все нормально! Сейчас, 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 сейчас Погоди, стой так Ну-ка, попробуем Давай! Еще раз! Давай! Есть! Есть! Второй раз я тебя толкаю Как на том обзоре То же самое Абсолютно дикий парень Охренеть насадка Меня очень впечатляют такие движения Так, ну и все Теперь берем ресивер Который во Врэйнглере встроенный Соответственно, потому что Который компрессор у нас был с собой 24-й Беркут отрыгнул Что очень, конечно, неприятно Потому что компрессор очень дорогой И проработал он за эти два года Ну, несущественно много абсолютно И мы его не перегревали, ничего И как бы он отрыгнул Это обидно Поднимается С передачи стронулся правильно Он не на ней, потому что Слушай, да, вот теперь я эту горелочку Буду с собой брать Мне понравилось Мне прям, она прям мощь греет Это вот хорошо Все, уже очко У меня очко было и без этого, правда Но Все, пушка Накачиваемся и финалочка Господа, первые Топ Короче, это один из самых терпивов роудов за всю историю канала Если бы не Паша на еже и Кирюха на боевке, наверное, было бы вообще тоска Потому что, конечно, свободные дифференциалы Низкая, тяжелая, длинная Страшная дизельная машина Может только топтать Топтать, топтать аккуратненько Как-то крадучись ехать Но, опять же, на свободных дифференциалах Крадучись ехать не очень интересно Как раз крадучись-то хорошо ехать на блокировках А на свободном диффе, по идее, надо лупить газ в пол Чего, конечно, эта машина позволить ей не может Также абсолютно неподходящие под оффроуд диски Они все четыре сейчас травят Просто все четыре травят Реально набивается лед между диском и резиной Видимо, очень узенький маленький хамп Поэтому постоянно через это все начинает травить То есть давление 0.5-0.6, которое я в них выставлял Оно для них слишком маленькое Надо катать на единицы На единице сегодня катал УАЗик Мы все видели, что 0.5 едет прямо лучше Прямо с 0.5 жизнь начинается Но ты его не можешь выставить Потому что все время остальное Ты будешь морочиться своими колесами И, скорее всего, никуда не доедешь Это еще при условии, что зима Понимаете, это можно нагреть, расплавить и взорвать, грубо говоря Если туда забивается грязь летом Ты уже ее не нагреешь Ее туда никак будет Она будет разбортировать, промыть Нет, короче, нет Однозначно, для оффроуда он не очень Для рыбаков, для экспедиционников Просто утюжить снег Просто поля со снегом, там, грубо говоря, по колено Если ты пухлячок Это крутая штука Большой просторный салон Отличная обзорность Дизель, правда, ни черта не греет Вообще, у нас сегодня прям супер успешная какая-то тема, да Паша порвал, получается, привод Мы потеряли GoPro У нас сломался 24-й Беркут за килоденьги Который, кстати, прямо вот обидно, что сломался Я верил Мне казалось, что это надежные компрессоры Но, видимо, придется переходить на ARB Потому что, ну, что-то прямо я расстроился Очень плохо было бы, если бы он отломался на оффроуде То есть, все Здесь, соответственно, прокалываются все колеса Все, все постоянно норовит спустить Хаб недостегнутый у нас вначале был, да Оторвали задний бампер Короче, перечисление побед на сегодняшнем оффроуде Оно просто бесконечное При этом свободные дифференциалы При этом ходов подвески маловато При этом эту машину не лифтануть Потому что спереди подвеска независимая То есть, ну, там, не знаю, там полтора дюйма Вы дадите, там, максимум два Но, естественно, шибко много не дать То есть, 31 колеса, это потолок, что станет Потому что эти 28-е Господи! Как все сложно! И за эту серию мы потратили 90 тысяч рублей Чтобы эта машина пришла в себе Чтобы работал двигатель Чтобы были восстановлены 4 кардана Глушак все равно немножко бьет по заднему мосту Потому что просевший рессор надо поднять И так далее Короче, господа Я с Дервейсом все понял Я на нем накатался Дачка очень смешная Очень угарная показать друзьям Но в случае, если она сломается С ее ремонтом Где, что искать Кузовня Вот если мы сегодня сломали это крыло Это конец Это стекловолокнот Надо о чем-то думать Поэтому, господа Все-таки Дервейс Это вещь, которая может жить Вблизи или города, где его создавали Соответственно, Черкесск Или вблизи вообще больших городов Где есть или Пежо мотор Или что-то есть Во всем остальном Тачка, конечно Лучшая Спасибо вам огромное Что смотрели эти две серии По Дервейс Действительно было очень интересно Прикоснуться к этой истории Стать отчасти ее частью Но нам пора двигаться дальше Во всем всем остальном Удачи Спасибо, что смотрели эти две серии Пока Нам надо еще до дома Дегрести Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok